Что беспокоит вас сейчас? Температура 37 лет вот такая, небольшая была вчера вечером. Сегодня утром тоже. Мышка пробежала, хвостиком махнула и принесла уйму проблем. Боль в пояснице, высокая температура, ухудшение зрения. Симптомы появились внезапно, жалуется Галина Акмалова. В больницу женщина попала после поездки на дачу. Диагноз – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Или попросту мышиная лихорадка. У меня, ну типа сарайчик, было вот нагажено мышами, и я там убиралась. Я подозреваю, что надышалась вот этим вот пылью вот этой. Ну может быть, что-то и съела им это. Чаще всего мышиная лихорадка заражаются именно через пыль, реже через еду. Симптомы проявляются спустя несколько дней. Вирус поражает кровеносную систему, но сильнее всего влияет на почки. Если своевременно не обратиться к врачу, болезнь может стать смертельной. Те, кто перенес мышиную лихорадку, больше ею не страдают. Вырабатывается пожизненный иммунитет. По статистике, чаще всего заражаются мужчины. Если брать вот за прошлый год, то у нас вот соотношение, примерно 78% переболело мужчин, ну а остальные – женщины. Те, кто выезжает на природу, занимаются такими видами там активной деятельности. Для мужчин охота, рыбалка, работа в лесу. То есть вот еще такие факты. Ночевка в палатке, где-то на природе, где есть вероятность дыхания пыли. Мышиная лихорадка в Самарском регионе – самое распространенное природно-очаговое заболевание. Вакцины от этой напасти нет, но уберечь себя от неприятностей помогут осторожность и правила личной гигиены. Выходим на природу, выбираем какие-нибудь открытые местности. То есть не там, где могут жить вот эти грызуны. При выезде, допустим, на природе хорошо это само упаковывать продукты, воду. Соответственно, простой элементарный метод – мыть руки перед едой. Пик мышиной лихорадки приходится на середину осени, когда люди больше времени проводят за городом. Роспотребнадзор с грызунами активно борется. Но жителям самим необходимо обезопасить свои дачи. Своевременно убирать мусор, сухостое и валежник. Не оставлять в свободном доступе семена. Алина Чемерес, Павел Пресняков, Дмитрий Мишканцов. События.